Снова обращаемся к истории, а потом это теорет. Дальше на что-то посмотрели и решили, что нет, это какое-то совсем плохое правило. А у правителя был такой хороший правил Лебстера. Значит, вот почему-то не вернуться. Ну и дальше надо исследовать, посмотрели, что вообще это не получается. И так была некоторая дискуссия с включением математиков, какое правило лучше. В результате остались на следующем. Правило очень похоже на правила Лебстера. Называется правило Хилла. Правило Хилла, которое включается в следующем. Значит, оно очень похоже на правило Лебстера. То есть, в принципе, формула очень такая же, только с равным. Равным. Что-нибудь так или так далее. Но, конечно, разум, вместо обычного округления, берется округление от среднего геометрического. То есть, вот этот вот раунд от Х, если Х лежит на объезда от Nd-1, значит, это равняется N, если минимальная х меньше, чем среднегеометрическая. Наверное, Nd-1. Ну, и, соответственно, Nd-1 на С.1 на С.1. Почему оно так сделано? Ну, потому что, опять же, идея состоит в том, чтобы относительные потери или приобретения были примерно одинаковыми. То есть, вообще, тут среднегеометрическая, конечно, немножко меньше среднегеометрического, но на С.1. И идея такая, что оно разбивает как раз в таком отношении, что относительный размер в этой левой части и правой одинаковый. Да, как бы, если мы разбиваем как обычно, то мы разбиваем точки среднего альтернативического. И там получается абсолютно одинаковый размер, или не туда и туда, одинаково. А здесь получается абсолютно одинаковый размер. Вот, вот это реально используется, примерно, с 30-го года до сих пор. Используется каждые 10 лет, пересматривается представительство штатов. Следующий пересмотр будет 2012-20. Тем не менее, такое правило тоже не всегда соответствует тому, что называется, правилу Комотра. Очень много правил Джеккерсона. Тем, что ограбление может дать, в общем, отступ больше, чем на единицу. Даже если вот так ограблять, это будет очень редко, но, в принципе, возможно. И стоит вопрос, не может ли быть идеального правила, чтобы не было парадоксов? Да, зато вообще во всех этих правилах не можно ни одного из этих парадоксов. Значит, потому что, как бы, все вот эти вот, как бы, до округления, все вот эти причины, они изменяются согласованно. Ну, соответственно, да, а почему парадоксовальный, может быть? Потому что здесь вообще нет, в принципе, да, точнее, оно есть. Но есть только, что сумма и обыдых должна быть равна теперь не аж, а аж плюс один. aprodente. Но чтобы сумма увеличивалась тоже, чтобы D уменьшилась. То есть все вот эти вот округляемые причины тоже увеличиваются. Ну, а если округляемая причина увеличивается, то округление не может уничтожиться. Сумма увеличивается, значит, все слогарины тоже увеличиваются, и после округления тоже увеличиваемся, не уменьшились. В общем, право отсутствовать средний, может быть. Ну потому что они тоже все пропорционально работают, соответственно, если у нас одно плейтвое растет быстрее другого плейтвого, то тогда вот здесь до кублинья тоже будет такое же соотношение, и после кублинья он не может применяться. Ну и, соответственно, с Новым Штатом тоже примерно так же. Все вот эти цифровые численные вещи это правило как бы игнорируют, потому что здесь не 14, а 14 или 2 это в принципе не важно. Так, вопрос, а может ли быть так, чтобы не округлялась именно всегда к одному из ближайших целых, и, соответственно, не было парадоксов? Ну вот, оказывается, нельзя. Точно можно сформулировать, что такое отсутствие парадоксов? Вы говорите, там, правила квоты, что это значит? Сейчас вот это да.